С возвращением! Вы принесли то, о чём мы говорили? Вот, держите. Отлично. За это я открою вам защитную дверь в задней части комнаты. За ней вы найдёте лестницу, по которой и попадёте в нужное место. Благодарю за помощь. Ну что вы не стоит? Полная херня. Да мы с этим вообще ничего сделать не можем. По крайней мере, на законных основаниях. Кто-нибудь из этих апнутых что-нибудь видел? Не опускай оружие. Я жду приказа. Отлично. Могу чем-нибудь помочь? Ты любишь, да? Душин Сокол сказал, что в КПА могут быть ответы на мои вопросы. Он отправил меня к тебе. Душин? Я слышал, что полиция забрала его вместе с братом Тиборов. Саперли их в Теснины. Да, полиция Душина обработала на совесть, когда я его ношу. Честной дракой это не назовёшь, так что я вступился. Он жив? Он поправится. Сегодня уже будет спать в своей постели. Мало кто здесь готов остановиться и помочь незнакомцу. Они поступали неправильно. Ты в одиночку расправился с полицией на их территории? И потом Душин рассказал мне о тебе. Правильно сделал. Но я думаю, он мог дать тебе нечто большее. Может быть, мудрость? Человек, у которого вы отобрали всё, уже не подвластен вам. Он снова свободен. Голос истинного брата революции. Кажется, я даже услышал убеждённость. Я открою тебя лифт. Заходи. Душин сказал, что полицейские используют теракт наружечке, как повод бить аугментированных в големе. Как думаешь, почему? Они пытаются получить ответ от Талоса, чтобы вынудить КПА ответить на удар. Насилие порождает насилие. Верно. И если КПА ответит насилием, мы только укрепим их позиции. Но Талос умён. Он не даст принудить КПА к ложному признанию, даже если пострадают люди, которых мы обещали защитить. Как ты попал в КПА? Я работал грузчиком на железной дороге в Астралии. После инцидента начальство стало меня бояться, меня уволили. И как большинство аугментированных в стране, я пришёл в Прагу без лицензии и без дома. Как-то ночью меня в канализации замела полиция. Всадили пулю в ногу и бросили тут. Очень скоро меня нашёл Талос. И он дал тебе работу? Он дал мне цель. Благодаря ему я ещё жив. Что ты можешь рассказать мне про Талоса? Первую нашу встречу он вырезал из меня пулю и при этом рассказывал историю ГУЛАГа. Залез рукой мне в ногу и советовал изучать сталинские репрессии. А через три месяца я мимо него прошёл в глотке, и он говорит... Любошь, как нога? Про ГУЛАГ-то читаешь? Вспомнил меня, как будто мы вчера виделись. Видимо, у него хорошая память. Нет, я был ему важен. Я не кто был важен такому человеку, как Талос Рукер. Вот какая это личность. Отлично. Спасибо. Отлично. Виктор, взяли одного. Шлялся по рынку, как ты и говорил. Я гляну, братик. Так. Посмотрим, что у нас тут. Эти малыши бывают сюрпризом. Иногда не с катушей садоваются. Даже если... Надо было резать синие. Если б все в жизни было так просто. Ты заблудился, брат. Наверное, повернул не туда. Ты, наверное, комитет по встрече? Нет. Я Марченко. А Марченко... Он скорее страж. Как церковь у врата Ида. Да, именно. Я не очень разбираюсь в классике. Очень жаль. Предпочтения в книгах говорят о человеке многое. Можно дать тебе дружеский совет? Валяй. Развернись. Иди домой. Здесь тебе делать нечего. С чего ты так решил? Ты меня не знаешь. Зато я знаю это место. Мы его называем глоткой. А глотки иногда режут. Так? Когда чужаки идут туда, где их не ждут. А я рискнул. Хочу увидеть, где прячется КПА. Мы ни от кого не прячемся. Скажи это вон тем полицейским. Не слушай, что полиция брешет про КПА. Эти псы хлопатые везде ходят. Головы ломают. Устраивают беспорядок. А нам потом разбираться? За собой лучше следи. Они тебя жалеть не будут. Хоть ты их породы. Хоть левый какой-то. То, что делает полиция неправильно. Кто-то должен выйти против них. И это ты. Ведь не так-то просто взять и устроить ответку. А когда начал ее пути назад, нет. Не у всех хватает смелости сражаться. Ты так говоришь, будто у вас война. Война и есть. С нами. С каждым аугментированным. Ты же сам видишь. Близится время. И осталось недолго, когда каждый из нас должен будет сделать выбор. А кто не сделает, просто попадет под раздачу. И неизвестно, выйдет ли жилы. Я думал, КПА борются за права человека, а не готовят вооруженный переворот. Здесь и сейчас, брат, разницы нет. То, о чем ты говоришь, это терроризм. Правда. А я думал, это беседа двух людей. Обсуждение проблем современности. Как твой друг, Рукер. Его часто видно в сети. Он думает так же, как и ты. А, да. Талос. Хороший человек. Сильный. Умный. Принципиальный. Ты мог бы многому у него поучиться. Нет, я не согласен. Каждый, кто говорил мне, что разобрался в устройстве мира, в итоге оказывался пустышкой. Если ни во что не веришь, то ни за что и умрешь. У КПА есть цель. Она важнее, чем ты, я или даже Рукер. Если ты этого не видишь... Да-да, убеждай себя в этом. Как бы ни были интересны политические дебаты, но ты испытываешь мое термение. Да и дел у меня много. Я тебя предупредил. Уходи отсюда. Пока можешь. Ты сейчас вербовочную речь толкнул? Надо сказать, это полное дерьмо. Знаю, что я думаю. После взрывов все изменится. КПА сама сделала себя врагом номер один для людей. Может и так показаться. Пока что. А сейчас. Сергей! Ты тут поосторожней. Ха, такой блестящий. Жаль будет, если покрытие поцарапают. Туристы испугаются. Ах, да. До встречи. Чиканэ, свяжи меня с Миллером. Передай сообщение. Свяжи... Кто я тебе? Твоя драная секретарша? Дженсен. Я слышал, ты снова в деле. Да, но мне нужно, чтобы вы прогнали ими через Айлинк. Виктор Марченко. У меня насчет него подозрения. Хорошо. Но не забывай, твоя цель — Рукер. Если за атаками стоит он, то все остальное складывается. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА